На часах 13.06 в эфире «Особое мнение» в студии Дарьи Топузлева. В гостях у меня сегодня депутат областного законодательного собрания Валерий Турула. Валерий Николаевич, добрый день. Добрый день. Нас можно слышать на частоте 101.0 FM, онлайн-трансляции, эфира, а также видеотрансляции. Из нашей студии идет на сайте eho.kirova.ru. Там же вы можете задать вопрос через форму анонсов. Кроме того, можете прислать смс на номер 8909 720 101.0. А мы начнем. Начать мне хотелось бы с предложения вашего коллеги Бакина. Если не ошибаюсь, как вы относитесь к предложению сократить количество вице-спикеров ЗАГС собрания до двух человек? Я сегодня задавал вопрос, аналогичный Бакину на совете законодательного собрания, а с чем это связано? Не лучше ли новый состав придет в законодательное собрание, и он определит, какая ему структура нужна. Ведь когда создавалось четыре заместителя, мы понимали, что это был компромисс политического урегулирования четырех фракций, которые пришли для того, чтобы повысить эффективность работы законодательного собрания. Не бодаться друг с другом, кто важнее и кто имеет высший пост, а уравнять каждую фракцию и таким образом, в общем-то, обеспечить на уровне подготовки уже конструктивный характер работы законодательного собрания. Ну, к сожалению, мне сегодня объяснить этого не смогли, мне сказали, вот мое право я и выдвинул. Ну, по всей видимости, есть здесь подводные камни под это, учитывая, что новое законодательное собрание, оно должно будет находиться в инерционности после выборов, и, значит, в организационной неопределенности какой-то период, пока разберутся с регламентом, пока с чем-то еще там разберутся. Я думаю, что здесь руководящая партия, которая наберет большинство, она и поставит своих руководителей, руководящая руководителей, а дальше уже не допустит, чтобы, если пожелают какие-то фракции оппозиционные что-то создать, дальше просто заблокируют эту ситуацию. Ну, вот Марина Сергеевна Сазонтова, собственно, вице-спикер, как раз-таки не представляющая парламентское большинство, высказала эту же самую точку зрения, что решать этот вопрос должен следующий в Сазоне. А вам, как не вице-спикер, то есть, на ваш взгляд, четыре человека были обоснованы? Я вам больше того скажу, ведь я инициатором выступал освобожденных председателей комитета, за что меня средства массовой информации полгода довели. Деторола для себя там должность, Деторола там деньгами хочет воспользоваться и так далее. И, по сути дела, я единственный оказался, кому не дали оклада. Поэтому, наверное, не это было самое главное, а самое главное, когда мы говорили о освобожденных должностях, это всё же повышение эффективности работы именно этого состава, именно с этими депутатами законодательного собрания. Но вот кому-то хочется и не терпится на сегодняшний день изменить ситуацию или задать вектор следующему составу законодательного собрания. Я думаю, это не совсем корректно и не совсем честно. Ну, а есть какая-то теоретическая возможность, что один вице-спикер будет, ладно, понятно, что от Единой России, а другой всё-таки от какой-то оппозиционной партии в новом составе? Я думаю, что такая возможность существует, учитывая, что вот, ну, как бы я ни относился к справедливой России, хотя я коммунист, да, всё же это социал-демократы, но попытка объединить оппозицию, она видится. В конечном счёте с такой радикальной силой, как Ротфронт, попытались объединиться, Российский объединённый трудовой фронт, справедливые росы, и они предложили ввести в свой состав там передовых людей из Ротфронта, да, к себе, для того, чтобы усилить оппозицию. С учётом подобного подхода, я думаю, что корректировку и КПРФ сделает, и ЛДПР в этом направлении, я думаю, что вполне возможно и расчёты Единой России на то, что они завоюют абсолютное большинство, я так понимаю, что штаб должен был работать под руководством губернатора, а сегодня он ослаблен, этот штаб, существует неопределённость в штабе, и попытка захватить управление выборной кампанией Единой России, я думаю, что она не увенчается успехом, она не увенчается, она наоборот усилит оппозиционную деятельность и возможности прохода большего количества оппозиционных депутатов в законодательное собрание. Ну вот к слову оппозиционной деятельности, Владимир Васильевич Быков, глава города тут на днях дал развернутое интервью, в котором как раз сказал, что возможная отставка белых, она как раз может дать в руки козырь оппозиционным партиям. Ну, мы тоже дискутировали в различных кавуарах и с различными функционерами достаточно высокого уровня о том, что должен сделать Кремль в этой ситуации. И в этой ситуации абсолютно понятно, что, наверное, до октября месяца изменения производить с губернатором нецелесообразно, потому что, а, придет человек, который не владеет ситуацией, а это элемент, и признак безвластия, плюс законодательное собрание сложит в себя полномочия, и опять же элемент безвластия, и здесь возможны различные развития ситуации. То есть, в принципе, в ближайшие месяцы жизни никому сахаром не покажется? Конечно, да. И тот же Вриво, если он будет назначен, ему отвечать за всю эту ситуацию, а он не владеет ситуацией, поэтому это заложником быть, наверное, не каждому хочется. А вот с точки зрения ИО, он владеет ситуацией, он будет отвечать. Но здесь еще один элемент есть, очень важный, на который мы не обращаем внимания, то, что политические игры начались, и они достаточно такие безжалостные будут. Я в этом убежден абсолютно, потому что ряд людей в партии власти на грани находятся, чтобы в Ганино провериться, потому что у них там не все нормально с головой, я не буду персонифицировать. Но факт заключается в другом, что июль, август и сентябрь – это закладывается вектор бюджета на 2017, 2018, 2019 год. Изменить этот вектор практически дальше уже будет невозможно. Новый состав придет, он вынужден будет принять то, что будет наработано. Поэтому вот с этим тоже необходимо считаться. Игры играми, а нам здесь жить. Поэтому ИО, он выполнить должен на сегодняшний день очень серьезную обязанность – это заложить вектор развития нашего региона в новых условиях. То, что Никита Юрьевич при всем кто-то уважение или не уже не вернется, это точно и однозначно, даже вопросов нет. По другой, или по какой статье он уйдет – это тоже не наша тема, и мне это неинтересно. Если вы слышали, я всегда говорил, мне не важно, белых, зеленых, красных – это люди-заложники системы. И система там что-то играет, мы на нее повлиять на сегодняшний день не можем. Что они там делают – пусть делают, но нам здесь жить, на нашей территории. И в этой ситуации мы должны максимально использовать возможности свои для того, чтобы правильные вектора заложить для нового состава законодательного собрания, для будущего губернатора, который будет в РИО, и который должен войти и доказать, что он что-то полезное для области делает, чтобы за него проголосовали. Поэтому я думаю, что здесь очень ответственный момент, он необычный. Мне кажется, вот так сложилось, что на вятке свои порядки, да, и опять звезды сложились так, чтобы никто эту ситуацию не проходил так, как мы проходим. Вот Алексей Борисович Кузнецов, исполняющий обязанных, собственно, на ваш взгляд, как сейчас он справляется со своими, с тем, что на него свалилось? Я не знаю, удовольствие поработать. С Алексеем Борисовичем у нас достаточно серьезные были отношения на всем периоде его прихода во власть с заместителем председателя правительства, потому что наш, я возглавляю, комитет профильный по экономическому развитию, он за этот блок как раз отвечает. И поэтому у нас были различные ситуации, в различных вариантах эти ситуации развивались, вплоть до крайнего восторжения друг другом до крайнего непонимания и, в общем-то, если хотите, презрения друг друга. Поэтому вот этот вектор, он показал, не вектор, а вот этот коридор, он показал, что полнота возможностей у него достаточно широкая, и он умеет принимать решения, причем, ну, может, с перспективы эти решения, не в режиме онлайн, вот что оно свершилось, а с учетом перспективы. Да, 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 да. Я думаю, что он может это сделать. Другое дело, без помощи кого-то ему не обойтись. Мы уже не помощники, комитет наш, который, в общем-то, занимался этими вещами, и многие вещи на сегодняшний день показали, что это было правильно. Другое дело, пришлось нам очень большие усилия проявлять для того, чтобы продавливать их, да, и сегодня они, в общем-то, господствуют. Но кто ему поможет, я пока вот не знаю. В окружении его там члена правительства, ну, может быть, Ковалев Елена Васильевна, кто еще, я пока не вижу. Мы прервемся на небольшую рекламную паузу, через минутку продолжим. Мы продолжаем особое мнение. Дарья Тепузлева, в гостях у меня депутат УЗС Валерия Турула. Упомянули уже справедливую Россию. На днях как раз появилась информация о том, что СР могут не преодолеть 5-процентный барьер в Госдуму. Это действительно так, или это уже новости из разряда какого-то вот уже черного пиара? Нет, я думаю, что система достаточно устоялась на сегодняшний день, и от того, что кто-то хочется, чтобы они не преодолели, наверное, это не обязательно, что будет это фактом, да. Но меня не это интересует. Волна заключается в следующем, что простые люди, и вот мы сейчас собираем подписи за Российский объединенный трудовой фронт, ведь я пошел по спискам СРов, но при этом я остаюсь лидером Российского объединенного трудового фронта, и руковожу и управляю процессом сбора подписей. И наша задача, в общем-то, собрать необходимое количество, там, 6 тысяч. Показывает, что если разговаривают люди, то только о новых движениях. Старая уже оскомину настолько набила, пусть то будет СР, КПРФ, Единая Россия или ЛДПР, ну, вот они люди не дураки, они уже и говорят, то там сложилась система, которая круговой порукой занимается, а не друг с другом. И очень тяжело разговаривать с людьми, когда касается это СРов, там, или Единая Россия или ЛДПР, потому что плевать хотят. Отсюда, я думаю, что по инерции люди проголосуют все же, и они преодолеют и 5%, и, может, даже больше процентов. Вот если по нашему региону, я думаю, что значительно больше они возьмут. И это логика показывает. И рейтинги, хотя на рейтинге я лично плевать хотел, а вот беседы с людьми, они показывают, что да, это возможно, что они преодолеют, наберут соответствующие голоса. И то, что кто-то там говорит, не преодолеют, скорее всего, это из области фантастики, черного пиара для того, чтобы нейтрализовать определенных людей, которые могли бы проголосовать за справедливую Россию. Но я еще раз говорю, что у большинства людей, а сегодня победят те партии на выборах, за кем пойдет протестный избиратель. Я не хочу говорить электорат, я хочу говорить о избирателе. Вот люди сегодня в своем большинстве намерены голосовать ногами, не идти на выборы. И вот если мы привлечем сегодня часть людей, которые пойдут голосовать, вот этой части будет той золотой акции. Ну, знаете, порой бывает 1% акции, голоса которой определяют, кто победит. Вот сегодня, я думаю, что особенность выборной кампании, она в этом и будет заключаться. Если Единая Россия пойдет своим прежним путем, ничего у нее не получится. Мы ее провалим. Ага, если Вы говорите, что там те партии, которые давно уже существуют на политической арене, они уже набили избирателю Оскомину. Оскомину, да. А Вы приняли предложение эсеров или сами вышли с этим предложением? Нет. Если Вы историю посмотрите, это вопросы, то в первом составе конференции состоялось 22 июня. Я был в составе списков и центральном списке Родфронта. Затем поступило письмо от эсеров с предложением о том, что, скорее всего, мы не пройдем этап сбора подписей, нас забракуют, поэтому эсеры предложили, чтобы мы наиболее активных включили все же в их списки для усиления. То есть это опять элемент объединения? Да, конечно, да. Вот за что я, в общем-то, и уважаю Горонина, что он преодолел какие-то там амбиции, возможные конфликты в Центральном Совете своей партии и так далее. Но он пошел на реальное объединение, и мы ожидали, что и КПРов подсоединится к этому объединению, и ЛДПР. Ведь можно и округами договориться, и разделить, и не мешать друг другу, и ударно пойти прямо проголосовать против Единой России за единого кандидата. Не важно, это ЛДПР, коммунист от КПРФ, коммунист от Родфронта, или Справедливо Рос, и так далее. Но проголосовать так, чтобы большинство голосов ударно по округу прошло, и мы обеспечили свое большинство. Но, к сожалению, этого не получилось. И вот когда поступило это письмо от Справедливой России, то наша конференция, она два часа обсуждала, кого направить туда. И было принято решение меня направить. Ведь я же на беспартийной основе являюсь руководителем Родфронта. Вот меня и еще 8 человек, 9 человек, мы были принято решение исключить из первоначального списка и включить в список Справедливой России. Вот такая ситуация была. По поводу возможного не случившегося объединения с КПРФ и ЛДПР. Почему так произошло? То есть они как-то объяснили или есть желание? Мне сложно по этому вопросу сегодня делать какие-то выводы, потому что я не обладаю полной информацией, первичной информацией. Но вот насколько я знаю, попытки такие были. И были переговорщики. Тот же Дмитрий Русских, он участвовал в этих переговорах. Но, к сожалению, что-то не удалось, что-то не получилось. Ведь в конечном счете Российский объединенный трудовой фронт, он тоже считал, что он может самостоятельно пойти. И, извините за грубое выражение, нам по барабану было эти оскомины, все, что мы говорили, что мы идем и скажем людям, в конечном счете, вам нужна своя партия, давайте пойдем и покажем всему свету и миру, что такое трудовой народ. Это мы так говорили. Ну вот, Сэрам удалось каким-то образом с нами провести переговорные процессы. Это нелегко, кстати, было. Это нелегко, потому что давление было и сверху на то, чтобы не состоялись. Ну, покажем пример. А в случае удачи на выборах вы по-прежнему останетесь беспартийным? Конечно, но моя задача-то, вы видите, даже отслеживание идет за мной, я благодарен тому, оказывается, я очень большой вес имею, что все пытаются найти мои документы в различных, да, а где Туролы там, а где. Наверное, это действительно что-то значило, я даже не думал, что такую значимость отводят мне там органы власти, да, считали там клоуном каким-то и так далее, в крайнем случае пытались это показать, да. Вот, я думаю, что в этом отношении я был членом российской коммунистической рабочей партии, которая на сегодняшний день не является политической партией, а является общественным движением. Но я себя считал членом этого общественного движения и буду считать до конца. Поэтому я не буду членом ни Справедливой России, ни Родфронта, а вот на неосвобожденной основе, как менеджер наемный, с вот этими убеждениями, ну что, я отвечу на доверие людей, если действительно это будет. Кстати, если даже не буду депутатом, я все равно отвечу на доверие людей своим поведением, и дальше мы будем совместно работать. Для нас не самая главная победа на выборах. Это один из элементов нашей политической борьбы. Ну вот, к слову, кстати, об ОЗС и в предыдущих выборах, вот на ваш взгляд состав законодательного собрания сильно изменится, потому что высказывают такое мнение, что ну максимум на треть. И даже если будут новые люди, кто раньше не был депутатами, то это все равно, в принципе, новыми-то людьми не будут. То есть это будут либо общественники, которых мы также знаем, либо еще кто-то. Я вас услышал. Вот по сегодняшнему дню, если смотреть списки кандидатов, то действительно в этих списках на одну треть не появились те, кто был депутатами пятого СОЗВ. Даже на Совете Законодательного Собрания я специально так взял, посчитал, и с 10 или 11 человек только трое или четверо не попадали в списки той или другой политической партии. Ну то есть подтверждение ваших слов. Да, ваших слов. Но я думаю, что не так все просто будет, потому что появляются новые люди. Вот Российский Объединенный Трудовой Фронт, он рассчитывает, что он минимум три мандата возьмет. По максимуму шесть мандатов. А это уже серьезно. Это уже серьезно. Это Российский Объединенный Трудовой Фронт, которого никто не знает, да. Он войдет в эту нишу, и мы знаем, что мы будем делать. В отличие от остальных, которые пойдут с обычной агитацией и пропагандой. Но мы знаем, что мы будем делать. Причем, неважно, зарегистрировать нас как отдельную политическую партию, или мы пойдем по спискам СР. Понимаете? То есть у нас продумана достаточно серьезная работа. Да, мы будем во фракции справедливой России, если мы победим. Но мы серьезно поработаем. А что такое, скажем, не один Турула появился, а минимум три или шесть? Вот смотрите, у меня тогда вопрос. Если вот вас таких будет, ну, давайте брать оптимистичный сценарий, вот шесть человек. Да. И будут возникать какие-то разногласия с теми же самыми СР. Очень просто все это решается. В данном отношении я не вижу здесь проблемы. Если вы наблюдали за предыдущим четвертым созывом законодательного собрания, я же там объединял всю оппозицию. И тогда я работал в Центре научно-технической информации. Перед законодательным собранием все фракции собирались, и мы координировали свою работу. Ну, просто в этом созыве, или частенько, было такое, что говорили, ну, как бы я, да, я против, но фракция вот остановила. Да, не получилось. Поэтому в данном вопросе есть опыт, в крайнем случае, у меня. Я не участвовал в этом процессе, считал, что другие должны координировать работу. А вот если в следующем созыве, я думаю, что мы эту работу не оставим на втором плане. Она будет на первом плане, и независимо от расхождений в позициях, мы все же найдем механизмы объединения усилий. Ведь были допущены определенные ошибки, когда ввели в состав оппозиционных партий засланцев от «Единой России». Вот это была ошибка, на мой взгляд, под видом замаскированных людей, хотя бы независимые должны были быть. Ну, вот, как, скажем, я вынужден был уйти там из КПРФ, да. Я оставался независимым, но, пожалуй, очень часто был левее, чем КПРФ. Потому что я свои принципиальные позиции оставлял при себе и им не изменял. И можете любое голосование посмотреть, оно было достаточно четким, принципиальным, жестким. Я эту позицию не просто на эмоциях высказывал, а я еще убедительно пытался это доказывать и формулировать предложение, что необходимо сделать. Я думаю, что мы продолжим аналогичную работу в следующем созыве. И даже если меня не будет, я буду консультировать тех, кто там будет. Еще одна реклама у нас. Для тех, кто только присоединился, напоминаю, в эфире особое мнение. В студии Дарья Топузлеева. В гостях у меня сегодня Валерий Турул, депутат областного законодательного собрания. Наверное, побольше времени мне хотелось бы посвятить вопросу о том, не знаю, слышали, не слышали, как раз исполняющий обязанности губернатора Алексей Борисович Кузнецов заявил о том, что в сентябре на первое заседание нового созыва хотят вынести бездефицитный бюджет. Не знаю, я, конечно, не финансист от бога далеко, но у меня это вызвало некие сомнения. На ваш взгляд, вы больше работаете с главным финансовым документом? Правильно говорите, я специально после этих высказываний запросился на встречу с Алексеем Борисовичем, мы встречались, и, наконец-то, мы выяснили позицию друг друга, что эта задача ставится не на 2017 год, и даже не на 2018, а задача ставится на 2019 год, сделать его бездефицитным. Но, как вы понимаете, за три года может либо и шаг сдохнуть, либо шаг умрёт. Вот у нас вот что произошло. Поэтому та задача, которую он ставит, она, наверное, правильная. Но это говорит только об одном – о жесточайшем режиме использования затратных статей. И если они будут затрачиваться, и мы это тоже выяснили, то они должны приносить какой-то доход. Не так, как, скажем, на сельское хозяйство. Я за двумя руками, если была третья, и третью руку поднял, необходимо сельскому хозяйству помогать, да, дотации выдавать и так далее. Но когда мы проанализировали на одном из последних заседаний законодательного собрания, а что же отдача мы получаем для бюджета, то получилось 2,1 миллиарда мы даём, а 770 миллионов возвращаем только в бюджет. Вот, ребята, что-то тут не так в нашем государстве, да? 2,1 миллиарда и 770 миллионов. Ну, как это, как-то так, не совсем корректно. А если динамику проанализировать, а менялось ли увеличение, ну, хорошо, оказывается, оно стабильно так и было. Стоп, ребята, я готов дотацию давать, ну, на то, чтобы у меня... То есть, получается, деньги одни и те же, а люди от них не растут. Конечно, нету, да. То есть, просто проедаем. Дальше я могу заниматься анализом, а кто их проедает, да, это тоже важный момент, там, фермер или крупный бизнес. Здесь тоже не всё в ладах. Следовательно, вот когда мы с Алексеем Борисовичем по этому вопросу говорили, то мы закладывали идею и идеологию, что да, бездефицитный бюджет, он может появиться только в одном случае. Если мы сегодня пересмотрим стратегию использования затратных статей бюджета, с условием, что этот бюджет будет приносить доход. И сегодня, чтобы убедиться, правильно ли я понял Кузнецова, я задавал вопрос этот же самый Ковалёв, Елене Васильевне, министр финансов, заместителю председателя правительства, она подтвердила, что да, мы сегодня, то есть, они имеются в виду, не мы, мы тоже всё, мы уходим, они будут рассматривать именно затраты с точки зрения осуществления или обеспечения доходности, но при этом не снимая с себя социальных обязанностей, которые государство объявило и обязано нести. Мы просто ради интереса... Ну, вы меня услышали, Даша, да? Да. Это очень важный момент, потому что я этого добивался 10 лет, чтобы услышать со стороны правительства аналогичный ответ. 10 лет. Вот я, собственно, к этому и хочу задать вопрос, потому что, когда мы услышали про этот бездефицитный бюджет, у нас появилось только ощущение дежавю. Мы полезли вот просто даже по своему сайту посмотреть, мы нашли новости и за 13-й год, и за 14-й год, о задаче поставленной, что выйти на бездефицитный бюджет, но ВОЗ-то и ныне там. Конечно, конечно. То есть вот эта вот задача-то, конечно, это хорошо, что такая задача поставлена, но насколько это действительно реально? Ну, и момент, когда ее ставят, отвечать-то некому будет. Понимаете? И его там, да, законодательное собрание, только новое появится. Вот здесь вот эти вот моменты один за другим тянут опять, как вы сказали, дежавю. То есть где-то мы это уже слышали, где-то мы это уже проходили. Но в конечном счете, если вы обратили внимание, то последние два года Никита Юрьевич Белых, он вообще не ходил на законодательное собрание, потому что могли поступить очень неудобные вопросы. Очень неудобные вопросы. А Галицких, Александр Александрович, при всем моем уважении, ну, он некомпетентен на ряд вопросов, просто отвечает. Неудобные вопросы конкретно по бюджету? Конечно, по бюджету. Так они самые главные. Они же самые главные. Там господин Бакин планирует и прошибает только использование этого бюджета под определенных заточенные фирмы и предприятия. Понимаете, да? Ну, пусть не напрямую, а посредованно, но именно с этим связано. И победить Бакина было практически невозможно. Я думаю, что ему отдадут должок эти предприятия тем, что он опять будет баллотироваться, что вложат в его выборную компанию серьезные деньги и так далее. Он свою задачу выполнит. А вот чтобы область развивалась, вот здесь возникают определенные вопросы. И чтобы сбалансированно область развивалась, а не однобоко там, заточено там под десяток предприятий, я думаю, что здесь возникают вопросы. Если на это замахнулся сегодня Кузнецов, ну что, ну, я его первый поддержу. Ну, а реально вообще, что пойдет правительство на тот шаг, чтобы вот условно, ну, тому же сельскому хозяйству посмотреть вот эту вот динамику там за последние сколько-то, за пять лет, и сказать, так, ребят, вот мы вам тут вот по два миллиарда давали, а вы нам всего 700 миллионов. Вот в этом году мы вам дадим 700 миллионов. Нет, мы можем дать опять же 2 и 1, но мы должны увидеть хотя бы 900 миллионов отдачи. А вообще выставляются какие-то цифры там для отрасли, ну, то есть условно? Да, никто не выставляет. Вот эта отрасль не должна принести. Вот беда-то в этом, я же вам сказал, что я 10 лет это требовал как раз, чтобы выставлялись, и чтобы мы сверяли не по рамкам выполнения цифр по бюджету, а по рамкам выполнения поставленных задач. Вот задача какая была, чтобы мы увидели, а что это дало, а каков экономический эффект использования или эффективность использования каждого рубля. Вот о чём идёт речь. И если тоже сельское хозяйство 770 и будет давать 900 миллионов, я соглашусь и скажу, 130 миллионов добавки пошло. Это же замечательно. В следующий год будет там уже миллиард, в следующий год там полтора миллиарда. Вот о чём я говорю. Нужна положительная динамика роста отдачи в бюджет, чтобы наш бюджет становился бездефицитным. Он же сам от того, что Кузнецов сказал или Турула его поддержал, он же не станет бездефицитным. Мы его как, извините за выражение, прожирали, так и будем дальше прожирать. Вот и всё. Просто у нас возникло опасение, что просто как раз статьи прожирания резко сократят, и за счёт этого попытаются сделать бюджет. Вот вы правильно говорите. Как назвали сегодня, Елена Васильевна, у нас был сложный бюджет, но будет жестоким. Я говорю, а в чём разница, почему он-то жестоким не был в предыдущие периоды. Может быть, его надо было тогда ещё делать жестоким и рассматривать, а на что мы будем тратить эти деньги. Но если они уже перешли к элементу жестокого, то, наверное, вы правильно рассуждаете, что будет пересмотрена система и приоритеты в прожирании бюджета. А если продолжать говорить об экономике, наверняка общаетесь с коллегами из других регионов, возможно, по линии биокластера. Повлияет ли арест Никиты Белых? Повлиял ли, возможно, уже как-то на отношения? Кто-то уже сказал, ой, знаете, Валерий Николаевич, мы вот что-то не можем с вашим регионом сотрудничать? Конечно, повлияло. Другое дело, вот как бы этот минус превратить нам в плюс? Я думаю, что здесь есть определённые возможности. Вот даже возьмите Биокеров-2016, сегодня стоит вопрос, а вообще проводить его или нет? Потому что никто из ВИПов не приведет уже сюда. Нам нужны первые лица, которые могли бы здесь, в оперативном режиме, дать, ну, не решение принять, отдать соответствующее обещание и поручение, да? А то есть уже кто-то люди прям конкретно сказали, что мы к вам не приедем? Ну, всё уже, мы знаем, что никто не хочет ехать сюда. Или, скажем, по программам, связанным с лесом, уже сказали, что ни одного проекта инвестиционного Кировская область не будет реализовывать. То есть мы уже видим бумеранг в этом отношении. Другое дело, мы же разумные люди. Как вот эту ситуацию использовать на плюс? И существуют механизмы, которые можно, в общем-то, перевернуть эту схему. Но вот с Биокеровым как это можно повернуть, чтобы вот это масштабное мероприятие не камуло в лету? Ну, я не знаю, но, к примеру, скажем, да, у нас есть положительные результаты там Биокерва за последние три года, где мы уже вышли на реальные проекты, которые можно масштабировать и тиражировать. Это означает, что сегодня немедленно правительство Кировской области должно создать прецеденты, когда наши проекты отмасштабированы, было бы чего показать. Ведь люди сюда едут не за теорией. Люди едут за теорией, которая применяется на практике. И мы можем это показать. Вот если мы это сегодня сделаем, то дальше, ну, я уже закидон сделал, извините за такое выражение, в Москву. И говорю, давайте, и здесь Кузнецов Алексей Борисович, в общем-то, поддерживает. Давайте вернёмся к идее, скажем, создания промкластера, объединимый нано-лет. А вот такого ещё прецедента не было в сфере биотехнологий. А дальше обратимся к инициаторам, скажем, Евроазии, что наша площадка будет практической площадкой Евроазии. То есть, грубо говоря, мы потом будем уже вынуждать людей ехать к нам, то есть они уже не смогут отказаться. Ну, я пока просто рассуждаю. Вы понимаете? Это я показываю пример радиослушателям, что в любой ситуации минус, он может превратиться в очень серьёзный плюс. В очень серьёзный плюс. И где, скажем, субъективный фактор, там, белых, зеленых или красных, он остаётся за пределами, за площадкой решаемых задач и вопросов. Это уже второстепенный вопрос. Поэтому здесь надо садиться думать. И я благодарен, кстати, Кузнецову, который, в общем-то, в этом направлении пытается мыслить. А я всё побил Кирова по срокам, если сориентировать, он обычно когда проводится? Нет, он у нас должен в июле быть, но мы заявление сделали на то, что он будет у нас в ноябре или в декабре. Но правительство в курсе этой проблемы, что люди отказываются ехать? Ну, я так думаю, что правительство в курсе или не в курсе, но оно тоже не глупое, оно отлично понимает, что на площадку гнилую никто не поедет, можно провалиться. Поэтому зачем? Я так думаю, что конъюнтурой они владеют. Поэтому я не задавал нашему правительству эти вопросы, но я задавал тоже интересные вопросы. Вот, скажем, по развитию малого бизнеса, системы производства и реализации товаров местных производителей, мы же написали дорожную карту, которая не поддержала правительство нашей Кировской области. И мы на экспертизу отправили его в Министерство экономического развития России. Из России пришло, да, вы замечательно всё написали, но вот здесь правительство в вашей Кировской области должно обратить на такие-таки вопросы внимание. То есть, понимаете, я убедился в том, что мы идём правильным направлением. И вот этот субъективный фактор, он должен где-то оставаться в стороне. И тогда мы не будем попадать в вот такие неприятные ситуации, когда мы мыслим, правда или неправда, приедут или не приедут. А хрен её знают. Я, например, не знаю. Вот это закон неопределённости в менеджменте, есть два основных закона. Это закон неопределённости и закон равновесия. Вот наша задача, закон неопределённости, сделать гарантированным какой-то вещью. Минус превращать в плюс. Вот это гениальный менеджмент, гениальное управление, которое выражаться должно. Меня нет, но я есть. Я есть, но меня нет. И вот обратите внимание, Никиты её ещё нету, да? А никто не заметил потери бойца. Помните её знаменитую песню, да? Ничто не посыпалось, ничем. Да, всё дальше движется и так далее. И здесь, в общем-то, я уже чешу репу и думаю, а может быть, дно находится в том, что Путин прочитал на питерском экономическом форуме, что мы на 15 позиций поднялись в экономике, и он увидел, что растущий, дико растущий, какой-то руководитель появляется и так далее. Ну, вот уже начинаются сочинения такие в мозгу. Я не говорю, это мои мысли. Я их впервые, кстати, озвучиваю, но ситуация, в общем-то, такая интересная, да? На 15 сквачок, или на 5 даже, или там на 8 позиций в чём-то. Это интересные вещи. В прочих равных условиях, где мы все находимся, да, экономика Кировской области оказывается... Тем более для экономики Кировской области. Да, да, да. Поэтому там Владимир Владимирович прочитал, что это нифига себе, да? Да, 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 да. Откуда такой там появился, скачущий впереди, да, на всём скаку, побеждающий какие-то преграды. Ну, я пока фантазирую, но есть на чём порассуждать, помыслить и так далее. Это было особое мнение депутата областного законодательного собрания Валерия Турува. В студии работала Дарья Топузлива. До встречи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok